Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает актуальное интервью. Деятельность ноябрьцев под контролем инициативных горожан. Группа молодых людей ставит в городе своеобразные эксперименты прямо на глазах у прохожих. Кто они и чего добиваются, об этом спросим одного из организаторов и координаторов этого проекта, Дмитрия Завгороднева. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. И у меня вот первый вопрос. Кто вы и, собственно, зачем занимаетесь проведением подобных экспериментов? Мы молодая группировка, которые собъединились вместе с друзьями, решили попробовать провести некие эксперименты в нашем городе. В основном для поднятия настроения и посмотреть на реакцию людей, что будет, ну, как люди себя поведут в данной, в иной или другой ситуации. Вообще планировали мы делать с себя, свою организацию, как розыгрыши. То есть мы хотели разыгрывать людей, но после первого эксперимента социального мы решили остановиться все-таки на социальных экспериментах. Как вас все-таки можно назвать? Вы активисты или как бы уже представляете какую-либо общественную организацию? Нет, мы активисты, мы никого не представляем. Мы работаем только себя, для себя и для людей. Как давно вы вообще тестируете жителей нашего города? Наша компания довольно-таки недавно работает на просторах Ютуба, так сказать. Всего два месяца. За эти два месяца мы сняли семь социальных экспериментов. Семь социальных экспериментов и один ролик, я его называю «Крик души». Это помощь девочкам из фонда помощи бездомных животных. А чему были вообще посвящены эксперименты? Чего они касались? Первый социальный эксперимент был посвящен бдительности горожан на ситуацию, когда люди просто выбрасывают детей. То есть у нас лежала коробочка, в ней стоял динамик, и из него доносился голос ребенка. Крик, плач. Некоторые люди просто слышат данную ситуацию, данный плач, разворачивались и уходили, не подходя к коробке. Некоторые думали, что это сигнализация в машине. После чего нас заинтересовали данные эксперименты, и мы решили продвигаться дальше. А дальше больше, так сказать. Вот как вы сами оцениваете результаты таких экспериментов? Все-таки у нас горожане душевные или очень безразличные? В основном можно оценить как 50 на 50. То есть некоторые горожане довольно-таки отзывчивые, довольно-таки готовы прийти на помощь, сразу же причем. А некоторые просто проходят мимо, крутя пальцем возле виска и уходя. Вот у вас эксперименты достаточно такие, вот знаете, реалистичные, да? Они касаются проблем общества, которые на сегодня существуют, очень остро стоят. Как вообще возникает идея создания таких экспериментов? Ну, некоторые эксперименты мы создаем спонтанно. То есть приходит какая-то идея, мы ее воплощаем, дальше и дальше рассматриваем. Выходим на место, где будем смотреть, обсматриваем ситуацию, да, людей, количество. А некоторые мы заимствуем у наших коллег из других городов. То есть мы их переделываем под свой город, под свою обстановочку, да? И уже дальше отснимаем уже в нашем городе. Ну вот у вас были эксперименты и с котятами, и с детьми, да? Были инсценировки, грабежи. Вот как люди на вас реагируют? Люди, которые непосредственно попали в объектив вашей камеры? Люди, которые попали, которые пришли на помощь, да, они, когда увидев камеру, они, конечно, улыбаются, шутят, потом смеются. Очень хорошая, положительная реакция. А вот люди, которые просто проходят мимо, мы даже считаем нужными просто их не снимать. И мы их не догоняем иногда порой и не берем никакого интервью у них. Ну вот разные же абсолютно у нас горожане бывают. Были ли конфликтные ситуации? Конфликтных ситуаций не было. Все адекватно абсолютно реагировали? Абсолютно адекватно, да. Всем нравится по итогу, потом шутят, да, как обычно, смеются. Ну вот горожане это одно. Хорошо. У вас некоторые ваши последние эксперименты касались краж, то есть непосредственно, грубо говоря, нарушения закона, да? А с правоохранителями у вас не возникало проблем? Мы свои эксперименты стараемся делать в рамках закона. То есть не превышая каких-либо полномочий, да, чего-то там, не нарушая, я бы так сказал. То есть в любой ситуации у нас идет обговоренность с какими-то определенными инстанциями, да. Воровство в магазине мы договаривались с начальством, с территориальным директором Натальей Михайловной монетки, да, с монетки с сети. А там, где ограбления были на улице, мы как бы старались остановить граждан до звонка в милицию. Конечно, нам иногда хотелось бы, чтобы кто-то успел позвонить в милицию и проверить реакцию милиции, да, насколько быстро наша полиция сработает. Что вы дальше собираетесь делать? Вот что дальше с этими видеозаписями вы планируете, собственно, творить? Вы собираетесь их просто публиковать на каналах на своих или же нести уже в какие-то инстанции, в те же самые правоохранительные органы? Пока, вот пока на данном этапе, мы просто распространяем эти видео на нашем канале, то есть мы снимаем их для себя, для граждан, для наших подписчиков, да. Конечно, если потом что-то будет такое, а в этом видео попадется что-то из рук вон, да, выходящее, то, конечно, они пойдут дальше в разные инстанции. То есть для какой-то помощи, например, там, усиление охраны или что-то еще, да. Вот, а пока они так идут для массового развлечения. Как часто вы вообще выходите на улицы с подобными экспериментами? Вообще изначально планировалось каждые два дня. Через каждые два дня мы должны были снимать. Но потом у нас получились заминочки с людьми, с материалом, да, никто не успевал по работе, и мы решили хотя бы раз в неделю отснимать. Как говорит мой друг Михаил, который присутствует со мной на видео, да, он говорит, лучше мало, но качественно, чем много и натяп-ляп. Вот, поэтому как-то пока так, пока не наберем народу. Ну вот сколько вас на сегодня работает в вашей, скажем так, вот, группе инициативных? Вообще у нас два сменных оператора, то есть один, если снимает, другой на работе. Другой с работы приходит, снимает он. Камеры, которые мы просто развешиваем на место, да, общее, они безоператорные. То есть получается два оператора, два ведущих, и есть еще один ведущий. В итоге пять человек получается. Сколько уходит времени на, грубо говоря, установку всей аппаратуры, всего оборудования для того, чтобы начать проведение эксперимента? Установочку производят быстро, минут 15-20, если знаем уже обстановку, да, где будем снимать. Если выбор места, то уходит около часа, когда выбираем место, ходим по городу, смотрим, где больше народу, посещаемость, вот, проходимость. Вот, поэтому на это дольше уходит времени. А сколько времени уходит уже непосредственно обработку самого материала? Вы выбираете самые интересные моменты, или же абсолютно все идет, вот, все, что было? Так как мы снимаем обычно по суткам, по пять часов, по шесть часов сидим, да, вот на этих местах, то, как бы, если это все размещать, видео получится резиновое, как бы, и будет неинтересно в какой-то степени. Никто не захочет смотреть два часа, как грабят в магазине, правильно? Поэтому мы стараемся убрать какие-то лишние моменты и оставить только самые интересные. Дмитрий, у меня, наверное, последний вопрос, и он такой достаточно интригующий. Чего ждать жителям города в ближайшее время от вашей группы? Впереди очень много всяких экспериментов, они записаны на тетрадке с тремя листами, в тетрадке всего три листа просто. Вот, будет дальше интересно. Наберем народ, будут массовые у нас розыгрыши людей, скоро вот будем снимать новый розыгрыш посреди города. Никакой пока не расскажу, но будет интересно. Дмитрий, спасибо вам большое за то, что согласились прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. А я напомню, у нас в студии сегодня был один из организаторов подобных соцэкспериментов, Дмитрий Забгароний. А у меня на этом все, спасибо вам и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok